Погнали Чаймика Чаймика, Чаймика, Чаймика Чаймика очень хороший хуман Колорфул, великолепный эльф Весьма достойные товарищи Нам интересен этот матч в первую очередь тем Что победитель, именно победитель Будет играть против Фогича И у них матч будет уже четко за выход в плей-офф Да, Замбар, конечно Ты помнишь, что ты можешь теперь смотреть плеер Ютуба Находясь на странице ГГ Там, где чатика и прочее Справа над плеером есть возможность выбрать плеер Ютуба теперь И он адекватно встраивается Так-то понятное дело, что надо смотреть там, где работает лучше Удачного стрима, спасибо, Эрик Эреб Харрис Я рекомендую пересмотреть момент в первой игре с Дирижаблем И пересмотреть третью игру Если вы выбираете из серии Второе сплошное расстройство Но у нас скучное просто И поворот дефолтный И без шансов Как мы видим, у Colorful'а Бисмастер Скорее всего Очень частый гость В этом мэтчапе на этой карте Ясен, красен Что ж такое, откуда стук эльф Хотя бы одного андедика увидеть Должен быть 120, но не в этой группе Миш, как же хорошо смотреть Варкрафт Теплой компании Бобра и чатика Кстати, сдал курсовую на отлично Щегол Мы делаем футболки щеглов Ездили как раз в том числе и ради этого вчера в Москву Для того, чтобы убедиться в том, что Компания, которая будет производить футболки и делать нанесения Точнее, не производить, а не производят Они делают нанесения Что там все будет хорошо и с качеством футболок И с цветопередачей С технологией И еще гол будет Нанесен В хорошем типом печати Мы сделаем много щеглов Подскажи название модно-командерской отборки Никак не могу выловить мастерскую стима Так и называется он Commander's Choice Вообще, приходи просто на трансляцию или после этой игры Я покажу все моды и все Наносить с помощью тюга и фены Нет, там какой-то тип печати Там их несколько, на самом деле Любопытно, чей, это будет делать против Беста нычку или нет Труша Туару, вообще прекрасная аура Для Беста Для лагеря наемников Для Арчей То есть у него все стреляет, кроме него и Медведя Свиньям ДПС повысить Тролям ДПС повысить, Арчам То, что нужно Там и так у них все хорошо Серьезно, пойдет ставить базу Отчаянный какой Ой, сеточка Аааа, да-да-да Ну это стандартная тема, потому что Когда юнит подходит, на него с очень высокой вероятностью кидают сетку Там есть какая-то особенность в плане скрипта Типа, если он перемещается Или если он на каком-то ренже находится Ну и все, сейчас можно почти с третьим Бестмастером Идти подпушивать человека И Чай ставит базу против Беста Бест берется, чтобы базу не ставили Потому что, ну это сложно отбивать Ему выпали еще на скейп, на гилу Ладно бы там субимаска какая-то Или что-то мега полезное Что типа ты думаешь Но вот с этим артефактом у меня больше шансов на отбиться Бест на третьем взял не Мишу А Свинью Свиньи проще диспелиться Да И при этом Чайес При этом Colorful сам ставит базу Пятикопейка, говорит Наконец-то можно поболеть за нормальную расу Ненавижу эльфов Расист Приходит Висп Диспелит Но там элементали Ооо, минус тролль Как закидывают свиньи, вы видели? Накидывают просто Тролли отстрелялись В магазине можно будет приобрести? Да, мы в любом случае делаем Эти Эти футболочки Новые и обновленные коврики Для стримфеста Но Там в любом случае будет какой-то остаток Который попадет в магаз Так что да Блин, Арчат танкует Недоконтроливает Архмаг третий уровень получает на этом моменте Смотрите, какой урон заходит от всего вот этого стреляющего вместе с Нагой Свинью Ай, подставил Сабис Ну куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Свинья Под Фрэнзи Магазин тайминговый отсутствует Вызывает еще одну свинью Арча опять в самой гуще Почти успела спрятаться Но жертв среди мирного населения Ну, у Чаймика гораздо больше Четвертый бист Минус еще один тролль Ну, свиньи Свиньи раскидывают просто налево-направо У них такой дикий ДПС Рабочие Тролля, правда, убили рабочие Обратили внимание Берсеркера И при этом У Эльфа еще база страховочная ставится И при этом у него Т2 уже есть Так много заплатил Чаймика за этот экспанд Очень дорого заплатил Тут Арчи, конечно, тоже послевались Но С той стороны армии было потрачено гораздо больше Как классифицируется связание к неймов По каким критериям? Ой, там сложно Там есть Зелененькие Это которые подписаны на канал 1 Фиолетовенькие Это которые подписаны на все каналы ГГ плюс И целая там пачка Донатеров Ну, людей, которые поддерживают канал Бронзовые, серебряные, золотые статусы И так далее Мне показалось Или Огр блокировал Нагу Бессмастер добивает фута Ну, беляки, конечно же, еще есть Ну, еще красные есть Эти модераторы С мячами А, там У пальто Цветника в чате Нифига себе выбор Но в это время идет неплохая контратака Потому что оказывается Оказывается Все это время Не строились лорницы То есть Colorful пушил, но Но параллельно ничего не строил Это очень странно Потому что когда он закончил пушить У него было Типа там 600 голды Да, это очень поздно он поставил Хантер Схол Мега поздно он поставил Хантер Схол Представляете, вот он Нагу взял И это был уже старт Т2 То есть в тот момент Могли уже стартануть лорницы То есть к тому моменту Когда его атака прекратилась Уже могли дрядки выходить Да И причем у него деньги, скорее всего, были На все просил Спас тролли Красиво Древо ветров Две лорницы Учая уже в Т2 Он неплохо выиграл время, конечно До сих пор 4 рабата с Кайзолтан Переживает по этому поводу Лалайм Тут уже Т3 оказывается У эльфа Но в целом В целом живой Чай И сейчас Бестмастеру с Нагой Будет все сложнее и сложнее Если он пораньше не навяжет Сейчас первыми какими-нибудь Медведями, дрядами Битву Посмотрим, посмотрим Тролль астафает Ох, уже есть Арба Вы видели, как МК ушел просто Очень быстро ушел Добил эльф Молоточек Можно на разворотик А, нет, уже нельзя на разворотик Лалайд Лалайд каждый раз смотрит на эту добычу И каждый раз сокрушается Что теряются деньги Первые Медведи Идут Тут в целом хорошо тоже Эльф сидит на 50 Кстати Все это время он сидит на 50 МК второй возьмет Интересно, какой там артефакт Ферики появляются, мы помним Об этом замечательном юнице эльфийском Лавлеед говорит Да-да-да, конечно, Colorful Не, подожди Лавлеед же комментирует На заднем плане Красная точка Эльф проходит на базу А, инфи, инфи Сори Очень плохая позиция У эльфа Хотя Ферик Висит очень хорошо Посмотрите наверху Дрядка отвалилась Book of the Dead Book of the Dead Ну эльфа мало как-то здесь Сверх подходит Медведь Престы бедные Пытаются вылечиться Свиток лечения Бестмастер почти пятый Надо отсюда валить Надо ТП прожимать Ошибка здесь Сражаться получается Престы даже ничего Остановились Видели Не лечились Специально Чтобы не умереть От Ферика Грамотно Расконтроливает Чаймик Грамотно И тут же идет Контратаку 70 лимита Против 60 Мунвеллы сильно подставляются И тут как минимум Пару Мунвеллов Можно будет забрать Срочно нужны Виспы Минус 2 Мунвелла Вышки грейдятся Да ладно После такого начала Еще Ну вот эльф Завтыкал с Т2 Насколько я понял Просто завтыкал С лорницами Виспы выходят Но уже Блин Поздно Мунвеллов нет Пятый бист Или отобьется До вышек До вышек Интересно Сколько еще Хорошо работают Мортиры Очень битая МК Инбул Вышки доделываются Свиток лечения Какие медведи красные А сейчас развалит Цель полностью здесь Начинают работать Вышки Минус 2 Рифла Красиво умерли Да МК Все таки отбился Ух Валидол какой Отбился Отбился Причем ему оставалось Там чуть-чуть Продержаться Благодаря этим вышкам Он бы там Подстреливал Лишил бы маны Подстреливал бы Дриад Но Благодаря телепорту Удалось Colorful Снять Осаду Но Эльфа все равно Суплай блок должен быть Да 50 лимита Касари на руках Он где-то должен Восстанавливать Был Мунвелла Видимо на мэне Раз мы не видим Ничего на экспанде Так Нам странно Лолайт не показывает Мэн Потому что Эльфа до сих пор 50-50 Ой, какие Мунвеллы поздние За это он заплатит Игрой Он дважды мог уже Мунвеллы отстроить После того, как Ему их сломали Даже после битвы Если бы сразу заказал Уже успел отстроить бы Ё-моё Два косаря на руках Здравствуйте Только сейчас Только сейчас Дозаказался Хотя, видите Чай не пошел Сразу в атаку Но он не знал Что это такая ситуация Он не знал Он не знал И он сейчас Прям вот мог прийти Просто эльфа И с лимитом Там 70 65 Посражаться Против 50 Но он не знал Эльф дозаказался В конце концов 70 лимита У него Мунвелл на 80 Мортиры грамотно выманивают Что это? Такая боль Представляете Вы себе на месте Мортиры Стоит армия Вас посылают Просто подойди К тому большому огру И разбуди его Приказ есть приказ Это вам не сокол Который начнет Обсуждать И сомневаться Мортиры сказали Мортира сделала Забирает красную Фиговый 5-5 С Агилой А чё кастеры Такие биты Это ж не от вейва Они так все Пострадали Может там был Может там был Феррик Ну все Ну все Теперь лимиты равны У Колорфула Также должно быть Около 70 Качество лимит Качество лимита У эльфа выше Но герой На мой взгляд По-полезнее Все-таки Улучаем А там два вейва Было Ну что Намечается Намечается Да Битва Клэп От Маутен Кинга Форкет по одному Только Маутен Кингу Пытается преследовать Подрезает брейкера Хорошо Жахают мортиры Но эльфа Довольно много здесь Ой какой форкет хороший Свиток вынужден использовать Рифу подставляется Мортирка тоже впереди Гиппосы прикрывают Смотрите Феррика Ой Какие там Как там Феррик Тащит опять Сейчас Клюют Сейчас всех Всех Феррик 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 справа Есть В форме Феррик Капец Какая это имба МК в центре находится У него мана закончилась Да у него и хп закончились Инвиз Один Ферри Дрэгон Просто Заставляет всю армию Хумана отступать Ох Сразу минус два кастера За один прокаст Еще сплэшем по всем МК Мега красный Убегает слева Вниз Нету здоровья Ничего нету Это конечное для Хумана ГГ пишет Чаймика Да но игра Конечно Пошла Странновато Вроде хороший пуш Был от эльфа Нос и не додавил И на руках много денег И при этом забыл заказать лорницы И все И поэтому Получилось Так как получилось Ой че там О-о-о Пробуем мы эвакуировать випа Стоп а куда нам вообще Вы серьезно Так я же не справлюсь Господи Ну где хэппи на этих эльфов Господи Господи Аааа И впереди сектоит Не друзья Я тут не выиграю Быстро Я тут вообще никак не выиграю Не надо так Не надо Не надо Лучше смайл кап Давайте посмотрим Заставочку Там торопиться нельзя Там надо принимать Правильное решение По обходам По маневрам По наблюдению Норм включения Смотри чтобы Ой там парит он еще Такой Смотри чтобы фэрик Не спалил отряд Да Как мы быстро перешли На x-com Резко прям x-com хорош Меня всегда удивлял Этот логотип смайл кап Посмотрите Все отзеркалено Стремная морда какая-то Улыбка Но призовой хороший Ну и состав участников Конечно же Топлой Я думаю мы с вами посмотрим Этот матч следующий Успеем по крайней мере До Пяти часов Узнаем как там Удастся ли Фогичу Сразу выйти из группы А потом скорее всего Трансляция у нас Закончится на сегодня Сетка не не работает Не не работает Так не работает Погнали Вторая игра Наверное Фогичу после игры С Муном было бы Ну так Чтобы не переключаться Сильно резко На другую расу Было бы комфортнее Играть против Калорфула Ну всегда проще Проходить по Если у тебя конечно Это не самый слабый мэтчап Всегда конечно проще Играть серии Против одних и тех же людей Ну в смысле Против одних и тех же раз Потому что Даже оперативная память Ну в смысле Даже вот эти вот Какие-то Тонкости и нюансы Бывает полезно Освежить В одной серии И потом уже Гораздо проще Играть следующую По накатанной Да Фоги затащил Третью Фоги затащил Стрик А почему у меня Ник желтый И иконка Ваза перед ним Потому что Квенни ты засаппортил На определенную сумму Канал И тебе дали Золотой статус И кубок Ты можешь поменять Цвет на любой другой На иконку Из доступных В настройках чата Фоги 2 Бутри слил Недавно Колорф Ну это эльфийский мирор Я не думаю Что дело в колорфоле Я думаю Что дело все-таки В фазах луны Прожал не прожал И так далее По стилю Игроки особо не отличаются Я имею ввиду В эльфийском мироре Ну что посмотрим Побежали крепиться Дуфоги всегда в этом дело В любом матчапе Нестабильный эльф Сейчас что с них взять Да Мун сегодня тоже Чудил Как ты думаешь Для фоги Колорфул будет изи Не-не-не Точно не изи Он только что сказал Что он последние две Две серии ему проиграл Изи точно не будет Так Маг получает второй Подтягиваются уже виспы На криппинг На будущий На будущий Криппинг экспанда Неподалеку уже Ошивается козел При этом не тратит Время Даром Как вы видите А маг выискивает Виспа Ах ты какой хитрец Два Три Последний выстрел Четыре Диспл Ле Колорфул Нам бы еще посмотреть Строится ли Грейт Лучая или нет Вдруг это Ну вдруг он не собирается Нычку делать Прикопать надо Было Почему-то футмена не словил У него ж козел второй Почему футмена не словил Побежали ополченцы Пошел ставить базу все-таки Миллион ополченцев Бегут Ну видите Колорфул не отстает Он как бы Ждет экспанда Человек с никнеймом Сложно считаемым Неафр Или как там Науан Говорит Привет Зашел с ютуба Запечатлеть почтение Здравствуйте Здравствуйте Спасибо что заглянули Рабочие конечно подохнут тут Учитывая количество арчей Энтов И потенциально Ай Минус рабочие Все надо валить уже Три или четыре раба Сдохло здесь Персоналка Скорее всего для темпа Да Пошел персональный телепорт Сапоги просветка В качестве ответа Тинкер Рассуждать какого героя Второго возьмет Там чаще всего панду мы видим Панда Нага Ну наверное Третий Это по вероятности Тинкер все-таки Видно как Чемика красиво спас Раба в шахте Да Там выстрелы были Ну в результате Конечно умер Но Он же время выиграл Это все равно Классная штука Михаил сегодня После варика Еще будет Панду окружили Мастер фамбай Сегодня к сожалению Не могу обещать Потому что Я уйду После варика На пару часов А когда вернусь Скорее всего буду уже Не совсем в кондиции Потому что мы сегодня С утреца играли Приехали Во-первых Играли в Икс Чом Короче я встал сегодня Где-то в полшестого Поэтому Возможно меня в девять В десять Уже будет рубить Но панда отдалась Вообще без шансов То есть бездарно Она отдалась И козла зажали Он выскакивает Через энтов Да Выскакивает все-таки Ну вот здесь В этой игре Я бы уже Чаймика Больше шансов Дал на победу Тут нет проблем С лорницами Но тут в целом У эльфа Гораздо хуже ситуация Из-за того Что у него нет Догоняющего экспа И А похорасил он Хреновенько Возникает вопрос Возникает вопрос Чем дальше делать Он на Т2 Будет пушить Пытаться с дриадами Это прохладно Очень Очень прохладно Дриад можно замедлить Через дефенс Через харас Ну а потом Т2 И перспективы дриад Очень мало Да пошел Тир Пошел Магаз Ой мне очень Вот Вот Блин Чуть ли не первый раз в жизни Я вижу магазин Который делается Не по таймингу Стандартному Хумановскому То есть Чемика Перед тем Как идти в атаку Делает Магаз Какой молодец Блин Вот реально Такой молодец То есть Строительство идет Не в пять рабочих Когда Макс Телепортировался Красный С футменами Когда очень прям нужно Прям очень нужно А грамотно За шаг До Проблем То есть Перед атакой Да Аркмагу придется Прожать Телепорт Да ладно А у него ботинки Понял Все И побежали Футмейны Такие Тук-тук-тук-тук-тук На экспанд Точнее на мейн Что у нас тут Магазин не санкционированный Тайминговый Снести Аркмаг Реген взял себе Магазин минус О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Бежали козла Идет ловить на криппинге Потом спамеры снова забанили Классно Второй раз И сегодня уже Панда вторая Приходит Шреддер Минус Дриады Минус Барак Ой, бедный эльф Ой, бедный эльф Зиппелин перекупил Шреддер тут Может не выстоять Шреддер 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 Шреддера очень жалко Как же харасит Классно чай О-о-о-о-о Он еще спас Футменов Большинство То есть у него умерло Три фута Из там восьми Красники все ожидают У магазина Лечения Все И перспективы какие У Колорфула Т3 у тебя доделывается Но какой лимит Где вообще что Панда не качаная Лимита нет Экспанда нет Ну погнали Добил своего фута Магом отступил Чтобы не перебили лечение И вторым героем Бладмейдж Это как раз Контра К Пандарийскому пивовару Ну не прямая Но человек Который может нейтрализовывать его Панда пытается До третьего дожить Заставили мурлоки Здесь остановиться Я не знаю куда Панда направлялась Но как будто она Мимо пробегала Видимо на желтую точку Там Поближе к противнику Чтобы отъесть Големов Архмакс Проверяет Экспанд эльфа В целом его вполне устраивает Видимо ситуация Что Мы играем Против одной базы Хороший дрейн Желание пропадает Бегать рядышком И Панда Действительно шла В сторону Мастерской А Слушайте Это может быть дроп какой-нибудь Хоть и небольшая армия Но в целом опасный Маг тут как тут Он еще алима Спасает Скролл за бист Самый не очень Так а дальше Что делать Эльфу непонятно Обычно сидели На лимите 50 Пытаясь при этом Благодаря медведям Прокачать панду Но все равно Надо выходить В эксп Что времени Ищу вагон Красную Сейчас будет крепить Может там и влепит Экспанд Чай вышел из лимита 60 у него Он проигрывает Только в уровне Второго героя Ну и в том что Технологии Чуть похуже Прикопочка Бладмейджа бьют У него есть инвол Он делает инвол Ох опасный момент Для мага сейчас Свиток лечения Кто взял Кто взял предмет Я не понял Когти что ли Плюс 12 Что панды Вроде нет предметов Которые Да-да-да Когти плюс 12 Ищет предмет Ищет Найдешь Я не знаю Почему они щити Видим на корейском Это что-то хорошее Эльф крепится получше Он в целом может забрать Еще вот две точки слева На своей территории И будет уже сильно впереди По уровню Странно что он не уводит Козла При криппинге Потому что здесь ему Козел вообще не нужен Ему нужна только панда И только панда К пятому левелу Идущая Дриадки хотели на кого-то Поохотиться В результате поохотились на них Еле-еле убегает одна Пытаются окружить Дриаду Это конечно Это конечно дикое И он окружает Дриаду Редко кто рискует Вообще тратить время На окружение Дриады Ну никаких замедлений Ничего ты не можешь сделать Она довольно мелкая И при этом скорость перемещения Высокая Панди выпадает Хороший артефакт А еще один какой артефакт Еще один хороший артефакт Косарь хп И 400 с лишним маны Сейчас у панды Выходит из лимита Сейчас эльф Чаев вполне устраивает Ситуацию Ну то есть он пришел Проверил что экспанда нет Обычно вот сейчас 70 на 60 Ну уже 77 И там больше чем Чем 60 Хуманы приходят На свежепостроенную базу Эльфа Свитками затарился По полной программе Чисто против панды А остановился на Т2 Кстати сейчас Никто его не Не заставляет атаковать Можно было поражать Грит на Т3 Это абсолютно Сейчас уже Не типовая ситуация Поэтому Действовать стандартно Не обязательно Повторюсь Не обязательно атаковать И не обязательно Не обязательно атаковать сейчас И не обязательно Соответственно Ну оставаться на Т2 Флеймстрайк хороший Пошел Мана Дрейн Иллюзии архмагов Их подиспелили Довольно быстро Панда Включает Антимэджик шел Диспелится Элементарий Дриадок Чуть-чуть Не доконтраливает Бах Минус Дриадка Флеймстрайк Хороший Мана без пан Мана без панды Панда без маны Но у нее есть предмет И пара бутылок Но там свитки Откатываются И пока что неплохо Тут Чея Работает Свиток лечения Еще один Надо выкладывать амулет Пропить Амулет Растащил Красиво Да он долго сам Тупил Блин Вот уже пошел Пошел Next level play Класс Эволюционирует Товарищи Подстраиваются Все Уже было видно Что панда скоро будет Вытаскивать амулет Бладмейдж Специально подошел Панда чуть-чуть Моргнула Мискликнула И все И амулет достался Достался Бладмейдж Не то чтобы он Ему очень сильно нужен Но панде То что мы лишили Амулета панды Это конечно Большая удача Чимико Кажется контролирует Замечательную ситуацию У него 80 лимита Он особо никого не терял В этом разумении Он только Сбагревал свитки Сейчас закупает Еще один свиток Странно что он не Не переучивается Все таки на этот На близзард Ну я понимаю что там Прикопка бла-бла Но нет Нет Суперчайзер Чирайзерфокс пока нет Почему за ЧК болеешь Ушастый вперед Да не знаю Я не против Эльфийского Мирора Победитель будет Играть с Фогичем В смысле не сильно Нужен на плеймстрайк Да у него всегда Мана есть У Бладмейджа Маны Если ему просто Хватает внимания У кого-то дрейнить У него всегда Есть мана На заглядание Персональный телепорт Скорее всего Переучился Архмак Либо он Зактарился Дополнительными свитками А не Не мог переучиться То есть у него У него элементаль живой Если бы он переучился У него бы сейчас Не было бриллинсауры Брейкеров толпень Перегруппировывается Чай У него 80 лимита Че вы хотите Медведи медленные Непонятно Че делать Флемстарайка О Хорошая прикопка была Против флемстарайка Видели Свиток нужно сейчас Связать О Он спас Что Блин Там такой контроль Хороший был С брейкером Вы видели Он как будто Специально байтил Этого козла Нижнего спасти Нижнего спасти Свиток лечения Сейчас Как распределяет урон Сейчас свиток Сейчас свиток Спасти нижнего Ай не спас Почти идеально Контролит Вообще Вот он свиток Мид 80, хватает даже на скупку свитков. Можно спокойно выходить во что-нибудь более технологичное. Идет Асада, он понимает, что он сильно впереди. 1200 голды на руках. Рабочие. Надо их в центр пустить, третью базу ставить. Потому что лес ему хватит до конца игры. Винные пары и телепорт. Очень правильное действие. Как раз тебе нужны свитки. Ты снес у человека мунвеллы. То есть в целом даже если и ты, и он будете отстраиваться, вы в плюсе, потому что вряд ли он будет пытаться отстраиваться, имеется в виду. Ему нужно потратить еще минуту и какое-то количество ресурсов на восстановление ферм. Так что у вас есть время для того, чтобы передохнуть, закупиться и снова прийти. Сноублинг, беляк, зашел и сразу дает не в бровь, а в глаз все называется. Почему игроки иногда не подбирают книжки? Это старый вопрос. В книжке менее приоритетный. Поэтому люди стараются, в первую очередь, когда они крипятся, убивать человека, из которого выпадает артефакт. Часто они находятся уже, когда криппинг заканчивается, не здесь. И отправляют, например, через шифт армию, или несмотря, отправляют армию в другое место. Это нам показывают игру очень так размеренно. Здесь посмотрели, тут посмотрели. А если от первого лица понаблюдать, то человек даже во время сражения может отвлекаться на базу, например, потому что телепортирует героя на мунвеллы, возвращается персональным стафом, или смотрит, как подкрепа идет, отвлекается. Ну и во время криппинга у него тоже часто идут параллельные процессы из серии. Делаем разведку, смотрим, где противник, заказываем что-то на базе. Короче, не всегда экран находится там, в тот момент, когда выпадает книжка, короче говоря. Переучился Архмаг на Близзард. 65 лимита на 50. Кто-то же кони готовятся. Отличная контра на... Слушайте, а шанс 100 эльфа есть. Очень небольшие, но есть. Да, выход 90 лимита. Ух. Ух. Там мэн закончился. Сейчас они будут играть один в один. Ополченцы пошли. На мой взгляд, это дикий провал, просто потому что ополченцы вообще никак тут не помогут. Они поглотят в себя еще какое-то количество... А, они, наверное, по центру пошли. Нет, они в атаку пошли. Просто шестая панда какая-нибудь, каким-нибудь образом шестая панда. И все. Близзард дикий. Ой, какой третий Близзард. Флэмстрайк, там все горит. Прорваются виспы. Прорваются панда. Дыхание отступает. Бедные медведи. Их там заливают. Кони идут. Виспы диспелятся. 82 лимита. Инвул. Вины пары. Увлечение. Какое прекрасное. Два телепорта Архмага. Еще медведь минус. Пандарийского высасывает ману. Еще минус медведь. Еще вины пары. Дыхание. Оранжевое все. А есть ли свиток? Надо уходить, Чимико, отсюда. Есть свиток еще один. Падает МГ. Продавит, продавит. 86 лимита. Даже рабочие выжили. Снова винные пары дыхания. Своих же рабочих заливает Близзардом. Там 4 мортиры. Еще одно дыхание. МГ падает. Архмаг почти шестой. Да, это ГГ. Ну, 1-1. Чего? 1-1. Томится там Фогич. Так, подождите. Я должен защитить природу. Забираем севип на крышу. Надо обойти вот этих вот барсаков. Каким-то образом. Там 2-2 пачки человек. Или одна. Посмотрим, они уйдут. Тогда попробуем в левую идти. Они недалеко ушли. Ой, там еще одна. Слушайте, ну это... Это уже не очень хорошо. Это уже не очень хорошо. Тут 2 трети карт. Новые сектоиды появились, как вы видите. Короче, я бы побежал в эту сторону просто. Вот, в эту и в обход. Как можно дальше. Как на зло сейчас будет возвращаться, не? Нет, эти уходят. Эти бы тоже либо стояли на месте, либо уходили. Главное, чтобы не на меня. Всегда эти миссии на эвакуацию. Как на зло. И что мне сделать? И как мне быть? Между провести-то я в любом случае не смог бы. Что нам назад? Сюда бы добраться. На этот угол. Ай. Они идут прям блокировать его. Этот угол. Сейчас я уже сомневаюсь. Возможно, у меня была возможность пробежать мимо паков пока. А тут я уже заблокирован, видите? Я могу и ниндзу потерять здесь. Черт. Черт, 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 черт. Ну, время молиться. Нет, они обходят меня. Черт. Нет. 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 И от них я не убегаю уже. От них я не убегаю. На эвак я не успеваю. Сюда мне не убежать. То есть убежать, но меня достанут просто. Ох. Че я начал-то, а? Вот говорил, не надо в перерыве. Ничего. Сам виноват. Давайте к игре. Тут они стартанули уже. Варденочка первая. Все, я даже... Я даже... Нет, не буду закрывать. Приз достается Варденке. Футмен приходит очень поздно. Наверное, зен-стрим-майкера показывает. Может быть, кстати. Мы все еще делаем туда ретрансляцию, но... Я не знаю, кто вообще смотрит там. И надо, конечно... Решить, делать туда ретрансляцию или нет. Потому что... Ну, них тоже в перспективе будет политикой эксклюзивности. Мы пообщались уже с ними. Так что... Добил барака. Если кто-то сейчас смотрит трансляцию на Яндекс.Дзен, вы не могли бы это самое? Как-то дать себе знать. Не знаю, зайти в чатик на ГГ, написать что-нибудь. Потому что вроде как там зрителей много, но они как будто не знают, что... Что происходит вообще. GoodGamma.ru Там даже чатика нет, надо зайти. Кажется. Да, QR-код же на экране есть. Точно. Вы можете телефоном отсканировать QR-код на экране, и тогда вы попадете на телефоне в чатик. Точно. Это самый простой способ. А что делать, если ты смотришь на телефоне? Почему пятая раса? Потому что он использовал стратегии типа разводы с массой нычек против Хумана на ТМе, на любой другой карте. То есть выигрывал не за счет армии, не за счет героя, а за счет разводов и понимания макро, которого никто повторить не мог на таком же уровне и до сих пор не может, как Мун. Во-вторых, за использование нестандартных всяких героев типа первая Дарка против Хумана Соло с захватом рабочего, с отстройкой Архмага и заливкой, потом Ская. А, или первого Фейерлорда против тех же самых Хуманов. Короче, у Муна наработок очень много, которые его выгодно выделяли на фоне всех стальных эльфов. На Янгдзен сильная задержка около полуминуты. А, понятно. Тут продолжается охота... Ой! Это же минус телепорт. Что? Что? Ну, был в другом месте, очевидно. Архмага второго в такой ситуации нельзя было отдавать. Да, расстроен, расстроен, лалает. Ты бы все равно отдался бы на Янгдзе. Да вроде нет. То есть он мог стелепортироваться до удара после блинка, и даже так у него Янгд первый, его уже отпускало, а у него было где-то 20 плюс хитов. То есть там на 2 тика его бы хватало, а то и на 3. То есть вроде как нормально. Он не контролировал, потому что Янгд остался для атаки. А-а-а! Правильное замечание. Тигры Гомель прав. Там была анимация замаха. Ну что, вардынке, конечно, очень хорошо сейчас со вторым кинжалом. Повторюсь, разница просто между... Да, пожалуйста. Огромное спасибо за ответ по муну. Спасибо большое. Очень интересно послушать подобные темы. Зачем он за ним бежит? Мы довольно часто это рассказывали, но учитывая... Но учитывая то, что не всегда на трансляциях можно присутствовать. Бежит, дефенс включает, бежит, дефенс включает. Сейчас колоссальное преимущество просто у Colorful. Колоссальное. Подкачали Варден. Не знаю, зачем тут ее окружать. Она все равно выбегает с блинком, а ты тратишь время, а стало быть, еще здоровье футменов на попытки окружить. Можно даже Даггерок тут потратить. Да, все правильно делает. Все ради прокачивания варденочки. Тут вся стратегия строится от того, чтобы... Чтобы она дожила до нужного уровня. Никаких вторых героев. Все ради вардена. Отвратительная ситуация для Чая. Просто отвратительная. И главное, ему в любом случае придется же пушить. То есть он пойдет пушить. Элементали забрал. Там Фаря почти четвертая должна быть. Четвертая уже. А здесь вообще можно выйти уже. Ну сейчас второго Архмага еще разок потерять. Да, конечно, да. Ты окружай ее. О, Алхимик спасает. Не доконтраливает. Прис уже появился. Ой, опасно. Сейчас можно варденку отдать. Не убил все-таки. Не убил. Не доконтролил немножечко. Куда ты лезешь? А, там есть у него Даггер еще. Как же он блочит вообще. Да, не очень удачный врыв был. Там проблема еще была у эльфа в том, что он и отвлекался на вот этих вот своих арчей, которые сражались почему-то с нейтралами. Кого-то даже там убили. То есть если бы он, например, попробовал подвести товарищей, они бы хотя бы немножко постреляли, было бы лучше. Да, спас очень хорошо. Но сейчас у Чая получше ситуация, чем была минутку назад. Тем не менее, ему нужно думать. Ему нужно думать, как давить эльфам. Варя полупустая по мане. В Испании задиспейлил. Играет тоже так. Не все успевает. Пошла арба. Медведи. Не, четвертый варька. Тигра Гомель против 2-2. Я думаю, это вполне себе хорошая ситуация. Тут три Медведя. Прист неправ, вырвался вперед. Хороший Риджуф. Аркмак тоже на грани фола играет. Еле живой. Алхимик чисто под пуш взят. Еще один даггер. Аркмак, Аркмак. О-о-о-о. Так ты следующего умрешься с даггера. Оп. Почему не даггер? Почему не даггер? Ну, рифла убей. И этого рифла. Почему даггер не кидает? Не понимаю. У него был даггер уже, но он его не использовал. 1079 человек смотрит на Дзене. Начат просто молчать. Даже не реагируют. Заходите. Да, там странно. Странно, как это получается. Кейбл Уайт. Вынужденная пауза в атаке у Чемика. Он сразу к Магазу. Кстати, сюда стремится и Вардынка посмотреть. Покажите, 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 покажите. Пятая Варя. Это вообще тушите свет. 2-2 против 5. Здравствуйте. Она в Соленову сейчас будет разуплотнять. Не-не-не, это конечный. Забейте. Вообще никак. Сейчас минус 2 героя просто будет. ГГ. Отличный герой. Хорошую расу выбрал. В общем, это будет Фоги против Чемика. Фоги против Чемика. Да. 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 Пока.